Соблюдать спокойствие, не подвергать себя риску и не ходить в места массового скопления людей. Нерабочая неделя – это не повод устроить себе дополнительные каникулы. В эти дни необходимо уделить пристальное внимание своей безопасности и исключить возможность заражения. Если жители города Сарова возвращаются за границу, то они обязаны пройти все необходимые мероприятия карантинного характера с тем, чтобы подтвердить отсутствие или наличие у них коронавирусной инфекции. Это очень важно, потому что до сего дня у нас были ряд наших жителей, земляков, которые вели себя не так ответственно, скажем так, и просто не выходили на связь. В Сарове действует горячая линия 97777, позвонив на которую можно узнать алгоритм действий в той или иной ситуации. Создан оперативный штаб по обеспечению жизнедеятельности города и предотвращению завоза коронавируса. В него входят представители органов местного самоуправления, силовых структур, ВНИЭФ, медики и так далее. В администрации сократили число сотрудников, которые будут выходить на работу с 30 марта. Все подведомственные предприятия и учреждения, работы которых необходимо, чтобы город не встал, продолжаются. Те предприятия и учреждения, которые обязаны закрыться, они будут закрыты в течение недели. Те, которые обеспечивают жизнедеятельность города, они будут работать в сокращенном формате, но с обеспечением всех необходимых функций, таких как водоснабжение, водоотведение, таких как транспортное обслуживание населения, деятельность, работу лифтов и тому подобные вещи. Закрываются также стоматологии в части плановых приемов. С острой болью можно обратиться в городскую стоматологию. С сегодняшнего дня принято решение о том, что будут закрыты на прием новых приезжающих, отдыхающих пациентов, практически все санатории и профилактории и дома отдыха Российской Федерации. Заезд в профилакторе в НЕВ также отменяется. Пока еще ситуация в России достаточно спокойная. Однако все может пойти по худшему сценарию. Тогда понадобится сразу очень много помещений, зданий для того, чтобы размещать больных, контактных и подозрительных. У нас самая главная задача – максимально разобщить людей, чтобы они меньше общались. Какой совет я даю нашим горожанам? Оставаться дома и в черте города – это один вариант. И второй вариант, который, наверное, устроил бы и всех эпидемиологов, и всех горожан – это воспользоваться нашими дачами, домами, которые вблизи Сарова расположены. Это не касается лиц, которые прибывают на обязательной изоляции. Они должны находиться только дома. Выезды в Москву советуют минимизировать. Близким родственникам из столицы также не советуют приезжать в город. КПП пока закрывать не будут, но термометрию введут. С предпринимателем Сарова обсуждают возможные доставки продуктов на дом. В городе примерно 25 тысяч человек, старше 65 лет, которые находятся в группе риска. Им покидать дома не стоит даже для похода в магазин. Клиническая больница номер 50 также готовится к возможному наплыву зараженных. Выбирают помещение, где достаточно коек, достаточно расстояния, есть отдельные входы. Проверяют, есть ли там сейчас возможность. Переквалифицируют, продумывают, кого из сотрудников они в эти отделения будут переводить, потому что инфекционисты никогда не рассчитаны на случай вспышки. И на случай вспышки принимают на себя удары другие клиницисты. Проходят сейчас обучение по системе дистанционного обучения по клинике, получают клинические протоколы, как нужно себя вести. Также отрабатываются схемы маршрутизации доставки пациентов в Нижний Новгород. Кроме того, в Сарове начали делать анализ на коронавирус. Делают его пока только по показаниям определенным группам населения. Полную версию пресс-конференции Алексея Голубева и Ирины Игнатьевой смотрите на канале Саров-24. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.